Поставь лайк, ты крашла на канале Ева Маш. И сегодня мы будем собирать меня в лагерь. Это правда, Ева едет в лагерь. И это будет на самом деле второй раз в жизни, когда я не буду видеть Еву несколько дней в подряд. Вот. И первый раз в лагерь Ева едет. Это ты хотела сказать. Десять лет я назад родила Еву. И за дня в день она со мной 24 на 7. И тут несколько дней в подряд я не буду ее видеть. Мы на это решились. Ева едет. И сейчас будем ее собирать в лагерь. Да. Hello everyone. This is Stanley from New York City. And we're here at Spotsenia. And we're learning good healthy life today. Едем сейчас на автобус. Оттуда будет трансфер. Там же я их послужу. И они останутся одни в Москве. И мама пойдет гулять по Москве одна. Это просто гениально. Оранжевые солнце в облаках. Палец, палец, это палец. Оранжевое небо в руках. Она снимает лоб про то, как я снимаю лоб, клею лоб. Идет. Короче, всем пока. Мы уже наметили вещи, какие Ева с собой возьмет. Здесь вот обувь. Накидали тут сладости, косметика. И сейчас все будем складывать в чемодан. Мы купили чемодан, потому что чемодан у меня Криндж Джо воспринесился. Чемодан еще с детства, с самого раннего, да? Когда ты маленькая была. Ну и он такой маленький, что туда явно ничего не влазит. Поэтому купили Еве новый чемодан. Распаковываю его. На него наклею стикеры, возможно. Невозможно, а наклею. Чтоб точно. Вдруг у кого-то будет такой же, да? Просто чемодан. И чтобы... Вообще не поэтому. А почему? Стоп, почему? Типа, чтоб красиво было. А, так он и так красивый белоснежный чемодан. Как нет? А как вот это открыть? Так, ты приедешь в лагерь и не сможешь распаковать свои вещи, Ева. Вот так. Запоминай. Ну что, собираем вещи. Да, давай пробовать собирать вещи, потому что как-то это надо будет все умещать. Я думаю, начнем с вот этой вот косметички. Сюда нам надо будет положить... Умывальное, да, так скажем? В первую очередь это шампунь и кондиционер для волос. Да. Ложим. Это гель для умывания. Косметику смывать, да? Да. Тоник. Дезодорант. Дезодорант обязательно, конечно. Вот гель для душа. Хорошо, что все вот в таких маленьких бутылочках, да? Не надо такие огромные флаконы везти с собой. Да. Шампунь и кондиционер. Молоко какое-то. Какое-то молоко. Молочко для тела. Молочко для тела и крем для лица. Самое важное это... Зубная паста, это очень важно. И зубная щетка. И зубная щетка, да. Антисептик, я думаю, сюда не уложить. Я его буду, наверное, носить с собой на завтраке, чтобы продезинфицировать руки. Почему нет? Это-то верно. Ну, ты же приедешь, распакуешь там вещи, потому что положишь его сюда. Ну, просто другой момент, что он может тебе в поезде понадобиться. И поэтому лучше его положить сразу вот в сумочку, с которой ты решила ехать. Дальше у нас такая вот щетка. Я умываюсь вот этой частью. Гель сюда типа делаю и вот так умываюсь. А вот еще, смотри, масочки. Все-таки ты там неделю будешь целую и можно будет сделать. Расческу ты куда положишь? Ну, вообще, я ее бы положила в сумку на всякий случай. Увлажнялка. Будешь брать? Да, я буду ее брать и я ее положу в сумку. Дальше еще предлагаю в эту косметичку положить ватные диски, влажные салфетки, мочалка. Мочалка туда не... Ну, ладно. Должна войти. Трамбован. И ватные палочки. Вот это тоже я ложу сверху. И резинки. И на всякий случай одену на себя. Потому что нам вставать в 3 часа ночи, я даже спать, наверное, не буду. Бранье! Это мы еще посмотрим. Это будет сегодня ночью. Я вот как в 12 лет. Нет. Все завтра спать будут, а я в 3 часа ночи попрос на вокзал. Да. Зато там в поезде и отоспишься. Да. Так, дальше давайте собирать косметичку. Это я отложила в то, что мне не понадобится. Это то, что останется дома. Да. А вот это то, что ты решила брать с собой. Тайская штука. Господи, как это вкусно. Это типа, знаете, она прям вот в нос вот так вот мешает. Это типа бальзам от звездочки. Когда нос заложен, нужно подышать и раскладывать нос. Пахнет сильно эвкалиптом. А вот это звездочка 2.0. Оно пахнет очень сильно ириской. Угу, правда ириской. Так, давайте сначала с кисточками разберемся. Вот эта кисточка для теней, поэтому я ее беру. А вот эти тогда оставляю. И тогда беру вот эту и все. Больше мне не надо кисточек. Я эту как и под хайлайтер, как и под румяна. Стремная эта палетка хайлайтеров, потому что больше у меня таких хайлайтеров нету, которые просто вот так наносят. У меня есть жидкий карандаш. А вот эта вот палетка, она, конечно, большая. Она там разных хайлайтеров, но я часто пользуюсь только вот этим. Палетка. Это обязательно. В этой, кстати, палетке я крашусь только... Сейчас покажу, какими. Вот этими вот прям всегда крашусь. Прям на повседневку. Ну, уже не на повседневку, когда я не ходила в школу, но на повседневку. А теперь вообще не крашусь в школу. Майлов. Бэйби-чино. Типа, палетка типа под кофе. Там капучино, латте. Карандаш для бровей я взяла один. У меня типа есть такой, как бы... Вот этот вот, он очень удобный. Типа вот сразу такой квадратный идет. Поэтому беру его с собой. Значит, что-то нас заложило. Даже надышалась в калифтон и нас заложило. Да. Я беру с собой тональник, потому что... Не знаю. Ну, типа, я его использую вместо консилера. Дальше беру, это для бровей, гель. И беру тушь. Я с ней прям другой человек. Хочешь поменяться? Возьми Евину тушь, вот, и ты другой человек. Дальше румяшки, они у меня сломались. Ой, обидно как. Просто халк какой-то пришел, да, и... Нет, они сами сломались. А, просто лежали и сами-таки... Нет, я их открывала, и типа, они постепенно разламывались. Мне пофе. А вот у меня нет. Дальше помадка, которая, я думала, с цветом будет, а она бесцветная. Просто бесцветная. Ну, как бы, есть цвет, но там типа губной цвет, и поэтому на губах-то невинная. И дальше беру помаду с цветом. Бальзам беру и спонж. Ты хотела еще духи с собой взять. Да, духи, но зачем мне брать такую огромнейшую? Да, они просто огромные, духи, и чемодан очень маленький. Поэтому я заказала с Алиэкспрессо такую штуку, но тут хранятся духи. Там, видите, что-то булькать надо, потому что уже наливало. Да, и можно отлить из большого флакона в такой маленький. Да, и типа, берем, смотрите, тут есть дырочка, мы берем и делаем вот так вот. Так, ну все, я думаю, вот столько достаточно. Всегда Артур говорит, что мама, у тебя такие вкусные духи. Я думаю, вкусные. Потому что он думает, что это мамин, а это мои. Дальше я беру двое очков. И одни я положу в сумку. Угадай, какие. Сложно догадаться, конечно, наверное, это... Пишите в комменты. Конечно, это черные. Вы же видели, что ты собиралась их положить. Ладно, никакие. Ева еще решила взять с собой пранк. Мне самое страшное его открыть. Чтобы пранковать вожатых, да? Мне их жалко уже. Уже жалко вожатых? Мне тоже жалко вожатых уже. Хотя это ты предложила. Подожди, дай я подробую. Да. Также Ева берет с собой сникерсы, чтобы всех угостить. Ну и самой тоже подпитаться сладеньким. Хватит на 10 минут. Ну если все вместе, да. Ну что, переходим к вещам. Их нужно сложить по стопочкам. И потом уже пробовать все складывать в чемодан. Берешь туфли с собой, да? Да, это, кстати, мои школьные туфли. Лофера. Так, кроссовки и сланцы. Мы положили две обуви и все. Это весь чемодан. Ну вот именно. Помнишь ту игру на iPad, где надо было в чемодан уместить вещи? Да, да, да. Вот. Вот все навыки. В реальности. Применяй сейчас, да. Это игра сейчас в реальности. Сюда, например, вот смотри, можно носочки напихать. Вот так вот. Раз. Так вот два носочки. И три вот сюда вот. Да, вот все в такие щелки. Вот потом ты берешь вот эти... Рукава. Вот давай их тоже вот сюда вот. Они прямо вот войдут еще. Нет, они сюда нет. Нет, они войдут. Мама сказала, войдут. Вот еще здесь большое место. Вот, давай, где там большое? Мне кажется, сюда колготки. Так, и сейчас мы берем украшения. Сережки вот такие вот. Это на повседневку, скорее всего, будут. Потому что такие вот обычно я, скорее всего, не застегну просто. Беру вот это вот украшение. Вот это вот украшение. Беру вот эти сережки. Обязательно вот это вот. Мы собрали чемодан. Осталось, в общем, одеть чехол на него. Да, и обклеить стикеры. Давай один только. Можно проклеить, будто я путешествовал по мере. Ну что, как вам результат? Все, теперь точно ты свой чемодан, но ни с чем не перепутаешь. Осталось одеть чехол. Все, ты чемодан. А ты Ева. Поставь лайк, ты краш. Все, зарядите обязательно. Свидетельство о рождении, не забыть, а? Блин, вот мне интересно, мне понравится в лагере или нет? О, проверю на маятнике. Твой шанс, значит, сто процентов понравится. Я уже жду, не дождусь утра. Чемодан уже собран почти. Там надо будет айпад положить и так далее. Но я это сейчас все буду заряжать. И увидимся ночью. Мы уже на вокзале. И я больше это не могу вскрывать. Я еду в лагерь не одна, а с Машей. Ева собиралась не спать всю ночь, но в итоге вырубилась. Нет, я на час, я на час. Я ей говорю, поспала час. Маша, ты спала? Да, я спала, я в 22 легла. А ты будешь, видимо, в поезде сейчас спать. Зато в лагере хорошо вырубится. Посмотрим. Потом расскажете. Этого я уже не увижу. Мы устроимся, наверное, с девочками все такие. Шеллась к ночевке, и Ева такая, я спать пойду. У всех пижамная вечеринка, знакомство, Ютка. И я спать. Почему нет? Нет. Ааа, вы с кем вас поселили? Нет, я так не сделала. Я знаю, что ты точно так не сделаешь. В общем, пойдемте искать наш поезд. У меня вчера звук из тиктока был. Откуда ты слышишь этот звук? Так же я сегодня. А, да, точно. Мне попадало в тиктоке видео, там, короче, прикол, там, короче, какой-то пацанчик, он вот так тоже стоял с чемодоном просто в комнате, и там вот этот звук. Вот так ту-ту-ру-ту-ту. И я, короче, снила двое, то, что я на Макдоле сижу. И он лайкнул это видео. Круто! И вы лайкаете это видео, ребята. У меня, видимо, уже отрывается, видимо, сейчас будет спать. Я пока что не хочу ни спать, ни кушать. Сижу, смотрю, улыбку мою купленола. Что случилось-то? Встань, встань, встань! Сейчас скоро интернет закончится, и что будет делать? Тоже слушать музыку. Увидимся уже в Москве. Мы приехали в Москву. Ева спала всю дорогу почти. А я монтировала свой влог. И у нас еще полно времени до автобуса, до трансфера, до лагеря, поэтому мы пойдем в кафе. Мы уже в кафе и поели. У нас был вот такой коктейль. Опа! И такая уточка в нем. Теперь остались такие уточки. Да. Еще один коктейль. Еще были панкейки. Еще были голодки. И сразу все съели, и только потом решили снять. Едем сейчас на автобус, оттуда будет трансфер. Там же я их посажу, и они останутся одни в Москве. И мама пойдет гулять по Москве одна. Самые первые пришли. Нас встречают. Мы заранее, потому что мы из другого города. В общем, пойдемте, нужно зарегистрироваться, получить флажочки. И дальше ждать автобус. Галстук пойдем получать. Галстук в спортзане, чтобы ты стала членом лагеря. Достанет все. Ну что, они уехали. Я осталась тут одна в Москве. И обрадусь сейчас на ленинградский вокзал, чтобы ехать домой. Я думаю, каждый родитель переживает. Немного взгрызнулась. Но я видела, что они уже играют в автобусе, в лото. Им весело, интересно. Вожатые суперкрутые, молодые, веселые. И я думаю, эти дни просто пролетят для них незаметно. Ну, а они потом все расскажут и покажут. Сейчас вам покажу наш номер. Мы уже заселились тут, так сказать. Я вчера особо ничего не снимала. Вот, поэтому сегодня сниму. И получается, короче, вот, смотрите. Здесь сейчас Маша еще не пришла. Она у девочки. Я тоже, как раз, была у девочек. Вот, тут у нас кровать. Здесь сплю я. О, пришла Маша, короче. Мой сын. Короче, я сплю к девочкам. Да. Тут столик. Тут у нас шкаф. Всякие подрикушки там лежат. Тут у нас тоже шкаф. Там куртки висят. Вот, ну, и тут шкаф. Идем на завтрак. Вот, что мы взяли покушать. Сейчас посмотрите, как у нас на релке. Я уходу, конечно. Идем сейчас на английский. Привет, всем. Это Стэнли, из Нью-Йорк-сити. И мы здесь, в Спотзения. И мы учимы, хорошая жизнь сегодня. Потому что мы хотим учить английский. Так что, я надеюсь, увидеть вас скоро. Написите в комментариях, что он сказал о ревенции. Мы рисовали себя на уроке и теперь вымываем это все. Мы друг друга побили. Мы поздрались друг с дряхой. Мы занимаемся английским. Сейчас у нас будет спорт, сейчас. Андрей, расскажи, что ты делаешь? Я кидаю боскетбольный мяч. Боскетбольное кольцо. Круто. Роско-дэнсинг. Оранжевые солнца в облаках. Открывайте, пожалуйста. Это просто гениально. Оранжевое небо в руках. Палец, палец, это палец. Это не палец. Да, это палец. Оранжевые песни над землей. Что, прям открывать? Давай, раз, два, три. А-а-а-а. Ну, идем. Она снимает влог про то, как я снимаю влог. Клею лоб. Си. О, господи, она уже так кричит. Как же у нас есть мальчик, который кричит это си постоянно. Роско, ребят, кто не понял си. Это уже очень ужасно. Я снимаю влог. Если он рядом, он подходит на счет си. Орвать. Ребят, не делайте так. У нас такие добренькие вожат. У них тоже добрые, но они, короче, более серьезные. Да, у нас добрые. Нет, они добрые, просто они более веселые. У нас веселые, относятся к делу. Да, у нас веселые, у нас как бы в оси. Да, я завидую, я хочу к Андрею. Что-то идет. Короче, всем пока. Мы с Дашей забираем вещи, мы уже все собрали. Сейчас будем уезжать. Я не хочу, я не хочу. Ну что, ты хочешь, ты свой 100 грамм дам? Хочешь? Вот, мы с Машей уже в поезде. Мы провели в лагере 4 дня. Академия топчик просто. Лав, 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 спартанья лав. Неделя пролетела просто незаметно. И вот мы уже на вокзале приехали встречать Еву и Машу. Артур купил дочонкам цветочки. И сейчас мы пойдем искать поезд. На какой путь пришел. И наконец-то их встретим. Очень соскучились. Вон, вон Маша уже идет. Папа, Маш, привет! Привет! Ну что, я приехала с лагеря. Добро пожаловать домой. Ну, расскажи, что тебе понравилось в лагере? Очень понравилось. Что тебе там понравилось? Вожатые. Вожатые больше всего понравились из всего лагеря. Ну, а чем таким они вот тебе запомнились? Ну, блин, не знаю, как-то запомнились они. Они шутки. Вот Андрей, например, шутил шутки прикольные. Ну, посути нам одну шутку. Сколько пальцев я показывала? Два. Да, а сколько сейчас? Пять. Нет, два. Ну, расскажи, в чем прикол-то, я не поняла. Короче, прикол в том, что надо назвать предыдущие цифры. А-а-а! И он вам вот такие игры задавал, да? Да, вот смотри, вот эту я не поняла. Сколько барашков? Шесть. Не знаю. Ну, и я не поняла. Если кто-то понял, то напишите, ребята, в комментарии. Вот, а это палец? Палец. Нет, это не палец. Что это? Не знаю. Тоже не поняла. В общем, тебе надо еще несколько раз съездить, чтобы точно понять все шутки. Нам подарили вот такие вот футболки. Мерч, да? Вот такая вот футболка. Шарфик, да, ты привезла домой. Домой повернись, покажи. Да. Здесь написано вот спортзанья, такой шарфик. И что еще? И сумка. Она очень большая, вот посмотри, какая она большая. Да, крутая. Там лежат три вот таких вот ручки. Это спортзанья, браслетик. И значок. Ну, круто. Поедешь еще? Да. Ева выгрузила свои вещи, надо еще все в шкаф убрать, что-то постирать. Приходить в себя после лагеря и уже в школу послезавтра идти. Делать уроки, входить в режим. Вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приезжайте в спортзанья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok